Номер я никогда еще не исполняла, я его написала уже довольно давно. Мне просто очень нравятся Высоцкие. И да, вам даже кому нравятся Высоцкие, поаплодируйте. Мне очень нравится. И я представила, что бы написала Высоцкие о социальных сетях, если бы вот он жил в наше время. Я даже немножко себе приоткрою текст, я надеюсь, что я его помню, но я приоткрою его. Я иногда так делаю, но практически все помню наизусть. Но на всякий случай. Это песенка о социальной сети в духе Высоцкого. На скотный двор пришел прогресс. Быть может, под забор пролез в пути прогресса темный лес. Он хитрый лис. Презентовали поутру соцсеть свинарник.ру. И в эту черную дыру все кинулись. Предлагалось заполнить личных данных две строки. Рысаками стали пони, лебедями гусаки. На волне адреналина даже тульский петушок сделал из себя павлина, применяя фотошоп. Но что за новая стезя? Что можно, а чего нельзя? Кобылы просятся в друзья с коровомис. Хотя на пастбище они всегда держались в стороне и никогда при встрече не здоровались. Начался нечеловечий сетевой набор друзей. Псы добавили овечек, козы, уток и гусей. Что за детская забава? Цифровая наркота. Даже хатика добавил одинокого кота. Тут поднялся голдеж и лай. Несправедливо ставят лайк. Вон тёлка сколько набрала под видео. А что касается свиньи, свинью никто не оценил, но так уж вышло. Извини, обидели. Появились правдолюбцы, свинолюбцы вслед за ней. Что, мол, тёлкам отольются слёзы горькие свиней. Если всем объединиться, пошлых тёлок запретят. Сплошь закрытые страницы с аватарками котят. Но это лишь начало зла. Баран не оценил козла, и тот тогда его послал все гордые. Такая вспыхнула война, что петухи кричали снар, что приезжал ветеринар из города. Написали из Гринписа бой дискриминации. Заносите в чёрный список всех, кто вас не оценил. Нужно вырваться из плена, Нужно выжить, вашу мать. Все забанили друг друга и пошли спокойно спать. Спасибо. Мне было так страшно, но всё прошло хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.